Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, предлагаю рассмотреть реальные факты, которые помогут вам разобраться с этим вопросом. Друзья, предлагаю рассмотреть реальные факты, которые помогут вам разобраться с этим вопросом. Прямая мышца живота имеет форму кубиков, потому что длинное тело мышцы несколько раз делится сухожильными перемычками. Волокна этих четырех мышц расположены в разных направлениях, поэтому они могут тянуть, создавать усилия в разные стороны, что обеспечивает телу высокую подвижность во всех направлениях. Что делают мышцы пресса? Первое. Участвуют в процессе дыхания. Второе. Вместе с мышцами спины они формируют правильную осанку и удерживают тело в вертикальном положении. Третье. Мышцы пресса связывают в единую систему верхнюю и нижнюю части тела. Обеспечивают и участвуют во всех глобальных движениях и упражнениях. Четвертое. Наклоны туловища вперед и в стороны. Повороты. Все эти движения напрямую обеспечивают мышцы пресса. Пятое. Мышцы пресса формируют прочную брюшную стенку. Они защищают и благодаря тонусу поддерживают внутренние органы. Станет ли талия толще, если много тренировать мышцы пресса? Рассмотрим факты. Факт первый. Мышцы пресса – это выносливые мышцы. Они содержат больше выносливых мышечных волокон. При правильных тренировках мышцы пресса становятся очень выносливыми, упругими и подтянутыми. Если вы уберете лишний жир, то получите очень красивый и рельефный пресс. Однако эти мышцы не особо склонны расти в толщину. Это легко подтверждается наблюдениями за спортсменами. Многие мужчины хотят сделать любимые кубики на прессе более массивными. Но чтобы хоть немного нарастить толщину этих мышц, нужно применять много правильных специальных силовых нагрузок. Это не такая простая задача. Женщинам нарастить именно толщину мышц пресса еще сложнее из-за анатомических и гормональных особенностей женского организма. Факт в том, что мышцы пресса гораздо проще сделать выносливыми, упругими и подтянутыми, чем нарастить в толщину. Второй факт. Мышцы пресса анатомически, по своему строению, это плоские мышцы. Они покрывают большую площадь и формируют брюшную стенку. Единственная мышца, которая немного выступает, это прямая мышца живота, кубики, которые вы видите спереди. Вы не можете раскачать мышцы пресса так, чтобы они буграми выступали на теле, как грудные мышцы или как бицепсы. Третий факт. Даже если в процессе тренировок мышцы пресса станут немного плотнее и толще, то при этом они значительно подтянутся и будут лучше держать форму. Не забывайте, что одна из главных причин большого выступающего живота и висящих боков это слабые и растянутые мышцы брюшного пресса. Благодаря тренировкам мышечная стенка живота станет упругой, выносливой и прочной. Значит мышцы сильнее подтянут талию и будут лучше ее удерживать. Даже если мышцы станут сильнее и немного толще, то при этом общий объем талии может стать даже меньше. Четвертый факт. Давайте обратимся к жизненному опыту и к наблюдениям. Скажите, вы когда-нибудь видели хоть одного человека, у которого по бокам торчат вот такие бугры? И это оказывается не лишний жир, нет. А рельефные накачанные мышцы. Может вы видели человека, у которого нет лишнего жира, а большой выступающий живот построен из накачанных рельефных мышц пресса? Или вы знаете, что кто-то так раскачал мышцы пресса, что у него осталась широченная талия шире плеч, и это все без жира? Покажите мне хоть одного человека, у которого был выступающий живот, он стал правильно питаться, регулярно и усиленно тренировать мышцы пресса, и от этого у него стала талия еще больше. Жизнь доказывает совсем обратное. Если у человека большой выступающий живот, висящие бока, то это всегда лишний жир. Или слабые растянутые мышцы. Или обе причины сразу. Талия может стать больше при слабых мышцах пресса. А сильные мышцы наоборот, формируют прочную брюшную стенку и делают талию меньше. Пятый факт. Давайте посмотрим на профессиональных спортсменов с большими нагрузками на мышцы пресса. Спортивная гимнастика. Гимнасты выполняют сложнейшие силовые элементы. На брусьях и на перекладине, на кольцах и на коне. Нагрузки на пресс у них просто огромные. Тяжелая атлетика. Спортсмены даже в среднем весе поднимают штангу под 200 кг. На каждой тренировке они поднимают такие тягощения, которые обычный человек даже от пола не оторвет. Девушки в художественной гимнастике имеют многочасовые, ежедневные тренировки со сложными спортивными элементами и с большими нагрузками на мышцы пресса. Посмотрите на всех этих спортсменов. У них вполне нормальная талия. При этом они не выполняют какие-то сверхсекретные упражнения для пресса, которые знает только ваш фитнес-тренер. Они делают классические спортивные упражнения. Просто делают их регулярно. На моем сайте в разделе «Упражнения» вы найдете много разнообразных, классических и эффективных упражнений. У спортсменов тяжеловесов, например, у борцов, у тяжелоатлетов в тяжелых весовых категориях, у толкателей ядра, можно увидеть большие животы. Это связано с тем, что вместе с большой мышечной массой они имеют много жира. Причина в данном случае – лишний жир. Если его убрать, то они будут иметь вполне подтянутую и стройную талию. Возможно, еще вы видели профессиональных бодибилдеров, у которых практически нет лишнего жира. И они имеют массивные мышцы живота и при этом довольно толстую талию. Причина в том, что они наращивают большую мышечную массу с применением огромного количества химии, анаболических стероидов. Если вы занимаетесь чистым спортом, такого никогда не будет. Почему нужно тренировать мышцы брюшного пресса? Первое. Сильные и выносливые мышцы пресса важны для высоких достижений в любом виде спорта. Второе. Крепкие и подтянутые мышцы пресса формируют красивое телосложение и правильную осанку. Третье. Тренировка пресса важна для здоровья. Например, эти упражнения стимулируют кровообращение в органах брюшной полости. Мышцы пресса отличаются от грудных мышц или бицепса. Поэтому в тренировках к ним нужен особый подход. Кроме того, мужская и женская программы будут различаться с учетом цели тренировок и особенностей организма. Чтобы вы занимались правильно и добивались хороших результатов, я разработал специальные программы по тренировке пресса для женщин и для мужчин. Также на моем сайте вы найдете другие спортивные программы, плюс статьи и видеоуроки, которые дадут вам ценную информацию о спорте и питании. С вами Сергей Севец. Друзья, заходите на мой сайт athleticblog.ru Занимайтесь спортом регулярно, питайтесь правильно и становитесь лучше. Друзья, заходите на мой сайт athleticblog.ru